всем привет ребята по просьбам трудящихся решил делать периодически обзоры недорогого но хорошего оборудования бюджетного оборудования потому что все мы знаем стране кризис денег нет у людей поэтому покупать видео голову за 40 50 тысяч ну как минимум немного странно если за свадьбу вы берете 20 поэтому сегодня у нас на тесте голова king joy вити 3510 и почему именно эта голова и почему именно сегодня ну во первых я уже неоднократно рассказывал и в блоге своем и на своем прошлом канале какими видео головами пользуюсь я дело вот в чем на текущий момент я снимаю со штатива в основном блоге а здесь камера статичная поэтому по большому счету качестве головы у меня вообще нет никаких вопросов я могу и на фото голову поставить и настроить камеру на статику но если вы занимаетесь обычными повседневными съемками то без качественного штатива и главное без качественной видео головы вам не обойтись и много задают вопросов по поводу одного китайского бренда даже не буду упоминать его название дабы не делать ему рекламу или анти рекламу и то что я видел ну скажем так раньше китай ну кстати тот же king joy ну скажем так не дотягивала это до такого минимального уровня которым можно пользоваться но как и случае с китайским автопромом качество продукции выросло и теперь вот эти вот бюджетные головы по качеству могут соперничать с лидерами рынка но опять же в низком ценовом диапазоне что мы видим это по факту переработанные слегка манфроты что касается допустимой нагрузки это 4 килограмма здесь есть пузырьковый уровень и в целом сделано это все реально качественно и добротно я сейчас использую 500 голову она мне уже скажем так тоже не особо нравится и также вы наверное помните мою многострадальную benro s4 которая сломалась просто развалилась на две части потому что она из силуминой которую я собственными руками восстановил ссылочки будут в описании вы можете посмотреть сколько стоит benro s4 а вот столько стоит king joy и вот эта голова benro гораздо хуже ну мало того что я говорил что она сделана из некачественных материалов и просто разваливается лежа в багажнике у нее пластиковый фиксатор у нее не очень хорошая откровенно плохое качество панорамирования здесь панорамированием с горизонтальными вертикальными проводками все достаточно хорошо я провел разные тесты на разных фокусных расстояниях друзья мои хочу вам напомнить о наших партнерах магазине кремлина стор которые занимаются продажей съемочного оборудования и в частности эти видео головы также есть у них наличие но как вы помните у них огромный выбор трехосевых электронных стабилизаторов любых брендов любых размеров под любые камеры и что немаловажно у них особые условия сотрудничества с транспортными компаниями поэтому вы свои посылки свои покупки можете оплачивать наложенным платежом и забирать ваши посылочки непосредственно в городе в котором вы находитесь и там же их оплачивать я считаю это приятный очень приятный бонус особенно если сумма покупки не маленькая и вы не хотите пересылать достаточно большие суммы денег по интернету так сказать не видя продавца в лицо поэтому ссылочки будут в описании переходите заказывать у них отличные цены и очень приятные цены по доставке убедитесь в этом сами а мы продолжаем 50 миллиметров на кропе это 80 миллиметров на полном кадре это у нас 50 миллиметров на кропе ребят и и от честно вам скажу без всякого преувеличения в плане панорамирование это голова но всем случае пока она новая работает лучше чем моя manfrotto 500 это при том что на улице сейчас у нас 0 градусов а на холоде как известно головы не очень хорошо работают друзья мои смертельный номер 135 миллиметров вы можете посчитать сколько это на полном кадре умножив это на 16 максимальная фокус на 135 миллиметров на объективе стабилизатор разумеется включен вы сами видите что стабильность панорамы просто прекрасно даже для подойдет серьезных съемок а не только для таких блогерских развлечений сейчас посмотрим вертикальное панорамирование у нас выставлено 50 миллиметров на полном кадре это около 80 ну и что я могу сказать все в принципе прекрасно и даже нет обратного хода как например на моей голове сейчас делаем одновременно панораму наверх и вбок превосходно без преувеличения говорю я не ожидал такого от дешевой китайской головы при температуре 0 градусов фиксатор наклона камеры находится на той же стороне что и ручка то есть вы не можете одновременно выполнять панорамирование и скажем так другой рукой зажать фиксатор на тот угол который вам в принципе вы можете перенести ручку на эту сторону как я уже говорил тогда здесь будет установка ну я честно говоря не понял на что особо эта штука влияет но я так понимаю по задумке это настройка контр баланс и тогда ничто не будет вам мешать комфортно работать но что касается панорамирования то здесь вообще у меня нет никаких претензий к тем более к голове за такую стоимость что еще можно рассказать о простой бюджетной видеоголове да по большому счету ничего я просто хочу чтобы вы понимали определенные вещи которые вам помогут выборе во первых одна и та же голова будет совершенно по-разному работать с разными камерами чем тяжелее камера установлена тем лучшее качество панорамирования поскольку тяжелая камера обладать больше инерции и вам проще делать проводки если вы поставите сюда panasonic g80 с китовым объективом и тем более sony a6500 со штатным соневским стеклом то вам придется панорамирование делать вращая вот за эту ось но справедливости ради скажу что здесь в принципе даже при панорамировании рукой благоприятных съемочных условиях можно достичь неплохой плавности для чего покупается вот эти бюджетные видеоголовы для того чтобы снимать в основном на статике и при необходимости иметь возможность сделать хорошее панорамирование если вы постоянно снимаете дикую природу там леопардов каких-нибудь или кукушек с объективом на 400 или на 600 миллиметров и хотите снимать это все в режиме видео то эта голова естественно вам не подойдет также люди которые совсем недавно пришли в съемку видео иногда покупают штатив с фото головой для видео это вообще не применимо ни одна самая крутая фото голова не подойдет для видеосъемки потому что у них совершенно разные задачи во всех видео головах используются жидкостные подшипники именно благодаря этому достигается плавность при панорамировании и разумеется при такой невысокой стоимости это видео голова будет значительно лучше чем самые дешевые например головы манфротто которые идут в комплекте со штативами для начинающих видеографов то есть эта голова будет работать гораздо лучше что касается быстросъемной площадки это стандартная манфроттовская быстросъемная площадка которая используется практически везде и всегда что интересного здесь две регулировки одна но в инструкции ничего об этом не написано одна я так понимаю это настройка контр баланса вторая это регулировка зажима так вот настройка контр баланса или чего не знаю она мало на что влияет все эти тесты я снимал на камеру canon c100 которую как вы видите нельзя отнести к легким камерам при этом никаких проблем с этими фиксаторами у меня не было у меня естественно нет полгода времени чтобы проводить тесты каждый день и смотреть как они будут себя вести дальше но думаю что с легкими камерами проблем с этими фиксаторами с проскальзыванием или тем более со срывами резьбы у вас не будет разумеется если вы будете крутить их без фанатизма и не закручивать их до того момента пока сами не сорвете на них резьбу но в любом случае визуально по качеству материалов и по отсутствию пластика там где его не должно быть я могу сказать что сделано она на вид достаточно хорошо все таки я нашел один пункт которому можно придраться если вы выкручиваете ручку с целью но изменить ее положение да то вот это вот шляпка недостаточно большая и у вас ручка может просто выскочить и упасть на пол как у меня это произошло кстати сам фиксатор быстросъемной площадки сделан очень удобно например если вы уперлись в корпус фотоаппарата вы можете спокойно его повернуть и дальше докрутить как вам нужно если подвести небольшой итог то на мой взгляд это голова хороший выбор именно для начинающего стартующего видеографа или блокера потому что при своей невысокой стоимости она скажем так на голову лучше тех моделей которые предлагают именитые бренды типа manfrotto и при этом обеспечивает качество съемки на уровне более дорогих собратьев вот такой вот экспресс обзор видео головы китай атакует как мы видим подписывайтесь друзья на мой инстаграм на рабочий наличный подписывайтесь на канал если вы попали на это видео случайно не забывайте ставить лайки оставлять комментарии всем пока увидимся